Всем привет! Меня зовут Юля Сергеева. Я являюсь основателем фотостудии Кнопка. Мы существуем уже три с половиной года. У нас в студии два зала. Один детский, ориентирован на детскую и семейную фотосъемку, а второй зал большой, наш основной. Здесь мы проводим наши самые творческие съемки. Почему именно Кнопка? Многие задают такой вопрос. Я привыкла жить легко, и название мне тоже хотелось очень простое и запоминающееся. И чтобы оно писалось латинскими буквами так же просто. Но были разные варианты. Начиная от простого парашют, например, то, что мы на парашютной находимся, заканчивая какими-то сложными, типа фотосферы и так далее. Скажу немного о себе. Я родилась и живу в Петербурге, закончила листехническую академию. Фотографией стала увлекаться лет 16 назад, когда еще мой будущий муж купил первую зеркальную камеру. Она, конечно, была еще пленочной. Вот с тех пор мне стала интересовать фотография. Мы сами проявляли, печатали. Было очень необычно и романтично. Потом пошла мода на цифровые камеры. Мы купили маленькую компактную камеру. Ну, конечно, результат был не ах, так скажем. Не было ни объема фотографии. Поэтому мы купили уже мою первую зеркальную камеру цифровую. Когда я взяла ее в руки, я поняла, что половина кнопок для меня просто неизвестны. Я пошла на фотокурсы. Закончив фотокурсы, я стала снимать просто всех. Потом это плавно уже перешло на коммерцию. Сначала это были какие-то смешные деньги. А потом добралась до свадеб. Два сезона я снимала свадьбы. Потом началась у меня эра студийной съемки. Когда я приходила в чужие студии, всегда чего-то не хватало. То свет не тот, то персонал не тот. Чувствовала себя очень неуютно. В 2012 году в нашей семье появилась возможность открыть новый бизнес. Тут мы решили сделать фотостудию. Моя мечта осуществилась. Хотели фотостудию именно в Приморском районе. Искали долго по всем заводам. Заводов здесь не так много. Но аренда... В аренду не сдавалось нужное количество метров. И мы остановились на этом помещении, где мы сейчас находимся, парашютная 6. Казалось, самое сложное позади. Но впереди был же еще ремонт. Кроме того, что нужно было сносить стены, вырезать дверь, где их не было. Была еще циклорама. Наши рабочие даже понятия не имели, что это такое. Приходилось их прямо на пальцах объяснять, что это такое, куда надо... Не знаю, как это... Загибать гипрок, какие там подложку вставлять. Еще интересно было, что... Они много чего не понимали. Например, они положили вагонку в комнате отдыха другой стороной. Я три дня ходила, переживала. Потом решила, так и оставим. Еще интересный был момент. Мы наняли художника с этой же бригады. Он сказал, что очень хорошо рисует. Рисовал нам шикарный флаг. Над флагом я стояла, прям смотрела, как он рисует. Каждый взмах кисти. Поняла, что мне все нравится. Попросила еще дорисовать Биг Бен, мост и автобус лондонский. Он сказал, да, конечно, это элементарно, это все быстро. Когда пришла на следующий день, я просто ахнула. Почему-то автобус приехал куда-то на берег какого-то озера, Биг Бен стоял в лесу. Когда я спросила, почему вы так сделали? Были же экскизы. Он говорит, но также лучше. Идеей интерьеров в студии стали страны, в которых я была или в которых мечтаю побывать. Я наложила план студии на карту и получилось как раз Италия, Австрия, Германия. Это стало в детском зале. Большой зал лег хорошо на Англию, Францию, Ирландию. Следующий этап был выбор оборудования. Тут мы вспомнили про фотопроцентр, в котором мы уже не раз обращались. Комплект для детского зала у меня уже был куплен, я ездила с ним в детские сады. Это три моноблока 750 про. В большом зале мы решили сделать очень мощный свет для заморозки воды и на все случаи жизни. Мы купили два генератора 3000 джоулей. Хочу сказать, что это очень удобно, потому что каждая голова может управляться отдельно, а не параллельно. Кроме светового оборудования мы еще покупали подвесную систему. Подвесная система у нас от марки ФОБА, скажу ее преимущество. Это никаких проводов, особенно в зале, где бегают дети. Нито не зацепляется, ничего не повредит. И верхний свет тоже очень удобен. Не нужно журавлей, особенно журавлей эти переставлять, когда эти провода болтаются. Нужно передвигать одной рукой, другой провода убирать. За время существования студии менялась концепция. Сначала снимала только я, сейчас. Сейчас у нас работает три фотографа, а я уже снимаю иногда. Катя у нас как управляющая, но сейчас временно администрирует. А еще у нас живет тоже как член семьи наш кролик Кнопа. Кнопа живет у нас уже месяца два. И хочу сказать, как и у любое животное, очень хорошо смотрится в кадре. Дети очень радуются. И он может оживить просто любую съемку. Расскажу о необычных возможностях нашей студии. Кроме того, что можно подвешивать качели любые, у нас еще можно подвешивать людей. Есть лебедка, которую вертишь, и человек может подниматься на любую высоту. Так у нас снимаются и ангелы, и, хочу сказать, и даже ведьмы. Мы подвешиваем на Хэллоуин метлу. Был у нас как-то в студии проект со змеей. Оля, хозяйка змей, в большом зале с одной змеей помогает на съемки. Вторая змея в комнате отдыха спит, в своем мешочке, никого не трогает. И вдруг ни с того ни с сего она поползла. Причем так быстро, шустро, заползает за диван. Конечно, опыта в отлове змеи ни у кого нет, но все почему-то пытаются. Да, ровно до тех пор, пока этот змей не зашипел. Тут уже дети заорали, и хорошо Оля услышала, и всех нас спасло. А теперь я мечтаю о бассейне, чтобы можно было на полную мощь пробовать наши генераторы. Ну, пока хожу в Аква-фотостудию и снимаю там. Там тоже очень неплохой свет. Что же я хочу пожелать тем людям, которые собираются только строить свою фотостудию? Во-первых, делать ее как для себя, потому что, если комфортно вам, то будет комфортно и вашим гостям. И, конечно же, оборудование. Покупайте качественное оборудование, хорошее, потому что вы строите студию не на один день, и доверяйтесь, конечно, мнению специалистов, как это сделала я. А напоследок хочу всем пожелать быть самим собой и обращать внимание на пустую критику. Хотя критика тоже нужна. Она заставляет нас идти вперед, найти свой стиль и придерживаться его, и получать удовольствие от того, что ты делаешь, и от своих снимков. Субтитры создавал DimaTorzok